Всем привет, это FreeStudio21.com На этот раз у нас опять продолжение темы Модальный глагол would Но на этот раз его, скажем так, конкуренция с used to Если would конкурирует с will То там все более-менее понятно Will это явно настоящее время Would это явно прошедшее время Более-менее все ясно Но когда начинается сопоставление used to и would Ну ситуация, наверное, еще более становится мутной И вообще становится все непонятно И зачем это would нужно, когда можно ставить used to И не морочить себе голову Итак, я взяла для иллюстрации три предложения Таких простеньких и типичных достаточно С употреблением и would, и used to Дабы показать, как, собственно, этим пользоваться Итак, первое We would play chess every time he came Значит, мы играли в шахматы каждый раз, когда он приходил к нам Имеется в виду это У меня явно прошедшее время У меня явно рутинная какая-то ситуация в прошлом По-видимому, сейчас ни в какие шахматы мы уже не играем Ну, не знаю, возможно Что здесь можно сказать? Ну, вот стоит would Можно ли здесь было used to поставить? Да, конечно, здесь можно было спокойно поставить used to Вот, допустим, я взяла бы и поставила used to play chess Было бы И это тоже было бы прекрасно Это было бы правильно Все было бы в порядке Возьмем второе предложение He used to play chess with me Раньше он играл в шахматы со мной Подразумевается, что сейчас мы с ним в шахматы не играем Здесь вроде бы почти то же самое, что в первом предложении Если в первом можно было would заменить на used to Можно ли во втором сделать прямо противоположное И заменить вот это used to play chess на would play chess? Можно ли такое сделать? На самом деле, такого сделать здесь нельзя Нельзя поставить would Почему нельзя? Потому что would ставится, когда мне надо не просто показать какую-то рутину в прошлом Но при этом желательно еще уточнить, когда именно это происходило То есть мне надо хоть какой-то намек поставить на время действия Хоть малейший Здесь этого намека нет А в первом предложении он есть Вот он Every time he came Каждый раз, когда он приходил То есть мы когда играли в шахматы Когда он приходил То есть when Вот это вот все По большому счету это подчиненное предложение времени Или обстоятельство времени Как хотите, называйте это Это не суть, сейчас важно Во втором предложении у меня вот этого when Уточнения этого нет Здесь ничего нет, поэтому я ставлю used to Used to все равно, когда стоять А would требует уточнений Ладно, третье предложение Team used to be fat when he was a student Team был полным, когда он был студентом Здесь у меня есть уточнение по времени Наконец-то, вот оно When he was a student Вот Почти аналогичная ситуация тому, что было в первом Возникает вопрос, можно ли здесь сделать замену И поставить вместо вот этого used to be Used to be fat, точнее Поставить здесь, вот допустим Я очень-очень сильно хочу поставить would Можно ли здесь это сделать? А нет, здесь тоже этого делать нельзя Здесь нельзя поставить would Хотя тоже уточнение вроде по времени есть Проблема в чем? Проблема в моем инфинитиве Вот это be, fat Это состояние Это состояние Часто по-английски такой термин иногда всплывает Stated verb То есть глагол состояния Когда у меня появляется глагол состояния в предложении То есть это по большому счету те глаголы, которые не употребляются в продолженных временах Тогда потребность в would отпадает само собой В would не употребляется с такими глаголами Не то, что это будет такая уж страшная ошибка Но просто так не делается Так не говорится Поэтому used to и только used to Здесь без вариантов То есть второе и третье предложения Второй и третий вариант у меня безальтернативны У меня только used to Первый вариант у меня может быть два способа Может быть used to, может быть would Это что мне больше нравится Очень многие люди делают всегда выбор в пользу used to Потому что, ну как видите, он универсален Он, как говорится, нам более-менее понятен Ясно, когда что употребляется И у него нет никаких ограничений по большому счету То есть хочу и ставлю Главное показать, что это было в прошлом И все, не более того Кроме того, после него ставится tu После него ставятся все глаголы, какие я хочу И так далее, и так далее То есть вообще идеальный случай С другой стороны, would довольно капризный Такой глагол То нельзя, это не положено, там не принято И все в таком духе Я нарисовала табличку специально Я сейчас постараюсь перечислить вот такие вот характерные вещи Которые характерны только для used to или для would И показать, собственно, что лучше Хотя вроде бы и так понятно, что лучше Итак, used to, равно как и would Применяются, в принципе, для одной и той же цели Для того, чтобы показать, что в прошлом Какое-то действие было регулярным, постоянным Было рутиной И сейчас оно не происходит По какой, неважно по какой причине То есть у меня постоянное, рутинное действие В прошлом, которое не происходит сейчас Если, допустим, я хочу пример Я могу вот взять свое первое предложение И переписать здесь He used to play chess with me every time he came Допустим Used to play Или через слэш would play Здесь можно и то, и другое ставить Во-первых, глагол у меня может быть процессом Во-вторых, у меня уточнение по времени есть То есть здесь идеальный вариант Здесь все как надо И поэтому здесь никаких ограничений нет Теперь посмотрим, какие могут быть у меня ограничения Ограничения в основном будут касаться, естественно, would Значит, ограничение номер один Должно быть уточнение по времени Или должна быть хотя бы какая-то ссылка на время Какая-то аллюзия там, если хотите Ну, хоть что-то должно быть Должно быть хотя бы упоминание времени То есть вот в моем предложении здесь Every time he came Здесь еще he должно было стоять У меня это уточнение по времени есть Поэтому я имею право ставить Ставить would, прошу прощения Если у меня used to Used to все равно Есть уточнение по времени Нет уточнения по времени Он может употребляться Что весьма приятно Далее, ограничение номер два Глагол должен показывать действие, а не состояние Ну и дабы моя фраза не была Вот такой вот Какой-то такой туманной И теоретической Скажем так Если это по-простому То, ну и короче говоря Глагол должен употребляться в континиус То есть нужны такие глаголы Которые употребляются без проблем в континиус Если он может быть континиус Тогда спокойно можно ставить would Соответственно все вот эти вот Там be Look В смысле выглядеть А не в смысле смотреть, конечно же Have В смысле иметь, принадлежать Ну и естественно сюда love Like И так далее, и так далее Там и то дэ, и то дэ Все это дело Здесь Не имеет места Здесь они не употребляются А вот used to Очень даже все употребляется Used to вообще все равно Какие глаголы там после него стоят Как видите Ситуация налицо То есть если у used to никаких ограничений То у would есть вот такие вот маленькие оговорки О которых надо помнить Когда я строю свое предложение Мне обязательно надо это все иметь в виду Я обязательно постараюсь сделать на это упражнение Скорее всего из Advanced English Grammar in Use Там упражнения более взрослые И более такие серьезные Поэтому скорее всего будет оттуда Скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео Спасибо за внимание Подписывайся